Вакуум 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 Считается, что среда Земли была наполнена вулканическими извержениями, молниями, вихревыми погодными изменениями, а также смесью атомов и энергии, необходимой для формирования первых простейших живых клеток. Потом, через миллионы лет мутаций и естественного отбора, появились водоросли, медузы и плоские черви. Эволюция продолжалась, и в морях появились рыбы. Некоторые развелись в амфибии, и посредством естественного отбора стали рептилиями. Результатом эволюции отдельной группы рептилий стало появление многих других созданий, в том числе и млекопитающих. Некоторые из млекопитающих стали приматами, а потом, примерно 600 тысяч лет назад, отдельная группа приматов эволюционировала в первобытных предков человека. Вот наше удивительное эволюционное наследие. Эволюция продолжается и в наши дни. И мы движемся вперед, стремясь к своему наивысшему предназначению во Вселенной. Вопрос происхождения жизни. Как появилась Вселенная и все, что мы видим на нашей планете. В чем смысл нашего существования? Привет, я Роджер Окленд. Почти все мы задумывались над этим. Когда речь заходит о вопросе происхождения, существует в основном две теории. Теория эволюции и теория сотворения. Креационизм. В 20 веке мир буквально заставили верить, что все появилось благодаря эволюции. Что наша Вселенная, Земля и вся жизнь появились в результате взрыва материи и миллиардов лет развития. Однако есть и те, кто считает, что очевидные свидетельства указывают на наличие Создателя. Так как же узнать, кто прав? Какая точка зрения лучше аргументирована? Ученые эволюционисты и ученые-привержницы теории сотворения соглашаются. В пределах вида существует огромное разнообразие. Дарвин заметил это разнообразие и приспосабливаемость среди зябликов. Он обнаружил, что клювы зябликов различаются по размеру и форме. И что особенности строения клюва влияют на способности зябликов выживать. В наши дни существует огромное количество пород собак. Считается, что все 450 современных пород имеют общего предка. Большинство ученых считает, что этот предок был похож на сегодняшнего волка. Ученые наблюдают, как происходит естественный отбор и выживает сильнейший. Мнения эволюционистов и креационистов также совпали в том, что способность выживать и размножаться значительно выше у наиболее сильных, здоровых и лучше приспосабливающихся к условиям окружающей среды животных. Вероятность выживания более слабых и менее способных к адаптации значительно меньше. Наблюдается также мутация генов. ДНК всех живых организмов содержит всю генетическую информацию в жизни. Иногда в генетическом коде происходит ошибка. Она называется мутацией. Мутации могут быть вызваны радиоактивным облучением, химическим поражением или ошибкой воспроизведения. Часто мутации являются причиной болезней. Мутации действительно случаются. Они порождают различные изменения в генах. Мутации хорошо объясняют происхождение врожденных дефектов, болезней, болезнетворных организмов, смерти и бедствий. Но они объясняют причину возникновения новых, ранее не существовавших черт и особенностей. Все известные нам мутации – это изменения в уже существующих генах. Дарвин многое видел в мире природы. Он был хорошим натуралистом, хорошим наблюдателем и собирателем информации. Он видел, как растения и животные приспосабливались к изменениям в среде. Он наблюдал, как они изменялись. Но ни разу не было отмечено, чтобы хоть один базисный тип превратился во что-либо совершенно новое. Такое никогда не наблюдалось в науке или в генетике. Такое вообще не наблюдалось никогда. Вокруг мы видим разнообразие. Разнообразие существует, адаптация организмов происходит, но нет эволюции. Мутация, естественный отбор, адаптация. Эти явления не отрицаются ни эволюционистами, ни креационистами. Однако между эволюционистами и креационистами есть существенные разногласия. И поэтому споры не прекращаются. Существует такое разнообразие всего живого, что, я думаю, невозможно, чтобы кто-то один, каким бы он ни был могущественным, просто щелкнул пальцами и создал жизнь. Это должно было занять миллионы лет. Я не верю в теорию эволюции. Знаете, все больше и больше ученых, даже светских, меняют свои точки зрения, так как факты не подтверждают выводы эволюционистов. Знаете, половина меня все-таки верит в теорию эволюции, наверное, потому что это мы меня научили. Четырехлетнее промывание мозгов во время учебы, к сожалению, привело меня к вере в эволюцию. Мы начинаем с того, с чего, как говорят эволюционисты, все началось. С великого взрыва и эволюции Вселенной. Один интересный факт об эволюционной теории. Это такая могущественная теория, и она настолько сильно привлекает к себе внимание ученых, что они применяют ее и за пределами биологии, даже к нежевой природе. Применив ее к химическим элементам, звездам, галактикам, они утверждают, что Вселенная эволюционирует. Явился ли Великий Взрыв причиной формирования галактик, звезд, планет и жизни вообще? Может быть, в результате взрыва появился какой-то порядок? Образовалась ли какая-то система после этого взрыва? Я бы сказал, нет. Взрывы порождают хаос и произвольное распределение частей, которые, возможно, были когда-то единым целым. Любой взрыв превращает целое в ничто и пустоту. Я не располагаюсь свидетельствами, подтверждающими, что взрыв, или даже Великий Взрыв, может породить живую материю, человека или других существ. Эволюционное мышление используется почти во всех областях науки. Область эволюционной космологии предполагает, что Вселенная – это результат случайного взрыва, произошедшего от 15 до 18 миллиардов лет назад. Я никогда не видел примеров того, чтобы в результате взрыва образовался какой-то порядок. Взрывы разрушительны, они способствуют вырождению, а не умножению. Ученые признают, что все известные взрывы уменьшают порядок и рождают хаос. Идея эволюции космоса противоречит второму закону термодинамики, который известен как энтропия. Второй закон гласит, что с течением времени Вселенная становится менее упорядоченной. С течением времени все автономно развивающиеся системы двигаются в направлении «От порядка к беспорядку». Все мы каждый день являемся свидетелями энтропии, когда видим, как все старится и портится. Это разрушение структуры и порядка противоречит теории эволюции. Второй закон допускает определенное временное увеличение порядка, например, когда ребенок вырастает и становится взрослым, или когда из семени вырастает дерево. Но такое развитие возможно исключительно при наличии источника внешней энергии и механизма для сохранения этой энергии. У эволюционистов нет такого аргумента. Как сказал Карл Саган, космос — это все, что существует, и другого ничего нет. У космоса нет внешнего источника энергии, поэтому второй закон противоречит теории Великого Взрыва. Вот что мы видим в космологии. Абсолютно все приходит в упадок. Звезды сжигают свое горючее. Время от времени одна из них взрывается и образуется хаос. Упорядоченность исчезает. Единственное, что мы сегодня видим во Вселенной, — это упадок. Вселенная вырождается. Она идет от упорядоченности к беспорядку. Она становится все менее и менее организованной. Ученые сделали наблюдение, общее для всех областей науки. Оно в целом называется «законы энтропии». То есть Вселенная была каким-то образом заведена. А теперь завод кончается. Ученые, изучающие Вселенную, говорят о конечной тепловой гибели Вселенной. В общем, из того, что мы знаем, понятно, что все во Вселенной в конечном итоге через миллиарды лет станет одинаковой температуры. Не будет разницы температур, которая может быть использована для получения полезной работы. То, что Вселенная должна была быть спроектирована и упорядочена в конечном прошлом, не вскользнуло от внимания и светских ученых. Ученый НАСА Роберт Джестроу сказал, Второй закон термодинамики, примененный к космосу, указывает на то, что Вселенная останавливается как часы. Если она останавливается, значит, должно было быть время, когда она была полностью заведена. Следующий очевидный вопрос, кто ее завел? Гордон Ван Вайлен, размышляя об этом в своей книге «Термодинамика», признается, Второй закон заставляет меня поверить, что существует Творец, у которого есть ответ на вопрос о будущей судьбе человека и Вселенной. Мы видим только разрушение. Мы никогда не наблюдаем обновления. И это именно то, что предполагает модель создания мира. Вначале все было хорошо и совершенно, как этого хотел Бог. Но потом, когда грех пришел во Вселенную, Бог проклял все созданное, и возмездием за грех стала смерть. Не только смерть физических существ, но и смерть Вселенной. Все умирает, Солнце сгорает, орбиты Луны разрушаются, все находится на пути к смерти и разрушению. Эволюционисты и креационисты согласны с тем, что Вселенная конечна. Пространство, время и материя имели начало. Начиная с исследований Альберта Эйнштейна в начале века и в течение всего столетия, ученые приходили к мнению, что пространство, время и материя действительно имели начало. Наука 20 века вынуждена со стыдом согласиться с библейским повествованием. Великое открытие космологии о том, что у Вселенной было начало, подтверждено экспертами. Они называют это сингулярностью. Вы видите, что вся теория Великого Взрыва в сущности состоит в том, что вначале не было ничего. А потом это ничего вдруг взорвалось. Тот факт, что Вселенная конечна и что у нее было начало, ключевой факт, но очень затруднительный для эволюционистов, потому что он поднимает вопрос, с которым они не хотят иметь дело, что вызвало сингулярность. Теория сотворения мира всегда предполагала конечность Вселенной. В первом стихе Бытия написано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Библия также утверждает, что у времени было начало. Во втором послании к Тимофею написано, «Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Поразительно, но Библия даже объясняет энтропию. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают». Если появление Вселенной не результат взрыва, то единственная другая возможность – она была создана. Вероятность, которую многие ученые не хотят принимать во внимание. Почти все ученые пытаются найти объяснение происхождению звезд, галактик и Солнечной системы исключительно средствами механики, без допущения вмешательства Создателя. Мне кажется, что они потерпели полное поражение. Возьмем, к примеру, Солнечную систему. Было создано несколько теорий, посредством которых пытались объяснить ее появление без вмешательства Бога. И все они представляют собой жалкое зрелище. Многие наблюдения противоречат современным теориям появления Солнечной системы. Например, согласно самой популярной из них, Солнечная система сформировалась из межзвездного облака, из водоворота газа и пыли. Если Солнце, планеты и Луны эволюционировали из одного материала, то у них должно быть много общего. Но каждая планета уникальна. Казалось бы, если Солнце на 98% состоит из водорода и гелия, то Земля, Марс, Венера и Меркурий должны были бы состоять из таких же компонентов. Но эти водород и гелий составляют менее 1% этих планет. Если Солнечная система эволюционировала, то все планеты должны вращаться в одном направлении. Но Плутон и Венера вращаются назад. А Уран наклонен и вращается как колесо. Все луны в нашей Солнечной системе должны одинаково вращаться в одну сторону относительно своих планет. Но как минимум 6 из них вращаются в другую сторону. И более того, Нептун, Сатурн и Юпитер имеют луны, которые вращаются по орбитам в разные стороны. Если планета растет за счет множества маленьких столкновений, то должна возникнуть практически невращающаяся планета, так как столкновение в известной степени нейтрализует вращение. Но несмотря на это, все планеты вращаются, и некоторые быстрее, чем другие. Появление такой большой отдаленной газообразной планеты, как Юпитер или Сатурн, ставит перед эволюционистами непреодолимое препятствие. Так как газы в вакууме внешнего космоса быстро рассеиваются, и даже молодые звезды, подобные нашему Солнцу, не имеют на орбите достаточно водорода или гелия, чтобы сформировать хотя бы один Юпитер. У ученых нет ответа на вопрос, почему у четырех планет есть кольца, или почему планеты настолько уникальны. Теория происхождения Лун также абсолютно несостоятельна. Элементы Луны слишком не похожи на элементы Земли, а ее орбитальная плоскость и кольцевая орбита ясно свидетельствуют о том, что Луна была создана на своей нынешней орбите. Нет фактов, подтверждающих то, что Солнечная система могла возникнуть исключительно механическим способом. Однако, чем пристальнее ученые вглядывались во Вселенную, тем они обнаружили больше уникальных фактов, свидетельствовавших о том, что она идеально приспособлена для существования человека, молекул, органической жизни. Условия настолько уникальны, настолько тонко лезвие бритвы, на котором балансирует жизнь, что не остается сомнений, что у Вселенной был мудрый проектировщик, и что она создана с тем, чтобы человек стал ее центром. Если мы попытаемся на основании наших знаний построить математическую модель Вселенной, то мы обнаружим, что у этой модели есть тысячи параметров и пропорций. Если мы попытаемся хоть что-то изменить в этих пропорциях, то жизнь станет невозможна. Мы скоро обнаружим, что если бы Земля была хоть немного ближе или немного дальше от Солнца, то на ней было бы или слишком жарко, или слишком холодно. Если бы скорость вращения или масса были бы несколько иными, было бы или слишком много, или слишком мало атмосферы. Если начать строить модель Вселенной, быстро обнаружится, что все параметры предусматривают невероятно тонкое равновесие. И это называется атрофическим принципом. То есть Вселенная, какой мы ее знаем, была умело спроектирована и сбалансирована для человека. Земля находится на строго определенном расстоянии от Солнца. Подсчитали, что если бы мы были на 5% ближе, вода в океанах просто выкипела бы. Если бы мы были на 1% дальше, то океаны бы замерзли. Эти факты дают определенное представление о том, насколько тонко лезвие бритвы, на котором находится жизнь. Притяжение поверхности Земли идеально. Если бы оно было чуть больше, то атмосферное давление было бы слишком сильным. Меньше нет атмосферы. Толщина земной кары предельная. Период вращения Земли, гравитационное взаимодействие с Луной идеально выверены. Все это части того, что делает жизнь возможной и называется атрофическим принципом, который, в общем, является основным аргументом в пользу признания Творца. Ученым не нравится это признавать, так как присутствие Творца подразумевает ответственность. То, что Земля идеально приспособлена для существования жизни, не удивляет ученых-креационистов. Библия провозгласила этот факт тысячи лет назад. В книге пророка Исаии написано, «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший Землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Физик и лауреат Нобелевской премии Арно Тенциас в 1992 году сделал следующее заявление. Астрономия свидетельствует об уникальном факте. Вселенная, которая появилась из ничего и в которой соблюдается точнейший баланс, где для появления жизни необходимы уникальнейшие условия, не могла не иметь проектировщика, который осуществил свой, кто-то может сказать, сверхъестественный план. Астроном Джордж Гринштейн в своей книге «Симбиоз во Вселенной» утверждал, «Когда мы исследуем все факты, постоянно появляется мысль, что была задействована какая-то сверхъестественная сила». Астрономия свидетельствует... Астрономия свидетельствует... Астрономия свидетельствует...